здравствуйте как вы могли заметить по превью сегодня очень горячая тема антитовары я и не люблю мы очень долго кропотливо собирали информацию статистику но на протяжении этого времени как возьмем отсчет от последнего обзора власти товаров окне прошло около года я не знаю у нас завелся ли шпион или кто но как мы начинаем делать статистику на антитовары икея в большинстве случаев эти товары вводят ассортиментом и тем самым нам нечего снимать но но все-таки мы нашли энное количество товаров которые сегодня покажем которые не то что не стоит покупать она стоит призадумываться прежде чем вы это возьмете можно я твою мысль докончу это те товары которые допустим приобретают наши клиенты в саранске службы доставки товаров икеи другие города которые проживаются через нас и потом они все-таки недовольны качеством микрофончик поближе пожалуйста куда повторить не было слышно в общем а будем рассказывать и показывать те товары по которым клиента все-таки как говорится такие негативчики высказывали вот первое прямо на чем сижу специально стою еще раз перебью небольшое так в скобочках пояснение не удивляйтесь тому что некоторые товары те будут повторяться икея иногда был меня иногда бывает блин упрямая как смог она не слышит а некоторые моменты она быстро убирают поэтому тебя не слышат ты же писал письмо официальное на сотрудничестве сказали как скринт приложить их словами сказать можешь скринт приложить идите лесом да все короче давай работать ну а кресло стоит почти 6000 принципе берут организации назвали ковторки рабочий стул 5 799 в черном цвете бумстад черный обивка бумстад неплохая на себя довольно неплохо показала в плане эксплуатационных сам каркас изначально до сам каркас он тонковатый и если мы говорим про мужчину то сидеть вообще неудобно то есть целый день рабочий за ним не высидеть хоть он не рассчитан на высокие нагрузки даже человек при весе от 50 60 килограмм при этом весе кресло уже начинает разбалтываться и притом начинает скрипеть он весь расшатывается становится таким шатким балки клепана клепанов появились чехлы но к сожалению пока никто с ними так и не подружился даже в том числе оформители интерьеров икея на они не логично ложатся у них есть замятины чехлы которые были раньше были жесткой ткани не одевались вот как чехольчик такой плотненький как чепчик одевались натягиваются а эти к сожалению вот вот так то есть вроде цвета интересные вот мы перед тем как начать снимать я вот тут пыталась все вот так подоткнуть но тем не менее все равно вот эти моменты имеет не два-три раза присев на диван да все остается все приходит исходное состояние здесь я подоткнула а вот здесь вот вот это я не вытяну уже никак вот это место то есть это знаете ну как бы не рекомендую лучше сшить тогда чехол если он нужен из нормальной хорошей ткани пошли дальше так нежно любимый муной диван аскеста при личной эксплуатации в течение недели в славном городе тюмени в селе каменка оказался ни хрена непригодным для сна без топпера то есть сидеть красиво визуально красиво но нужен топпер если топпера не будет спать на нем неудобно я без спины после первой ночи показал хотим мы рекомендуем всем кто хочет приобрести кушетки замена как бревна стакая и пользуемся сами даем нас и до 123 но все-таки нам мы вынуждены отнести к эти товара всего лишь только по одной причине опять же кей никого не слышит и постоянно делает бракованный товар а именно ламели и покажи сколько раз уже менял дома достаточно количество нашей кушетки хэм нас уже в семь лет очень сколько лет столько только из-за этих ламелей мы продукт относим браку очень большая вероятность перелома вот в таких местах вот где есть сучки здесь просто нужно аккуратно пользоваться не вставать на кушетку коленочкой в разложенном виде имейте пожалуйста это видно и к сожалению если вы это сделали вам придется искать уже в других магазинах эти ламели в икее нет запаску но редко библиотеки запасных частей попадаются но редко мы не будем подходить к кушетке бременность примерно одинаковая проблема у многих ломаются эти молочки имейте латации тут я не хочу прям полностью отнести что вообще не берите просто очень хорошо покупает это удобно и вот я его вставлю в эту категорию из-за того что только ламели есть проблемные моменты определенных товаров которые хотелось бы улучшить бутылочки картин маленькие именно было не особо давно партия которые обменивали клиентам протекающие крышки то есть когда вы в закрытом положении делаете бутылку переворачивать у вас подтекает это брак обратите сервис вам должны поменять по крайней мере у нас нижние меняли а дальше мной условно любимые лотки но и и кто нас давно смотрит даже знает почему напишите почему посмеемся вместе не выдерживает мороза они выдерживают перепадов температуры поэтому только комнатная история в основном все-таки это какие-то комоды максимум ванна поэтому имейте пожалуйста ввиду чтоб потом не расстраиваться когда они у вас треснут пойдем сразу дальше не отходя как говорится от кассы ведро кнот по ночи заявлены как мусорное ведро с крышкой мы его в принципе так дома эксплуатировали можно выключить или 5 привязали вроде симпатичное ведро эстетично смотрится но ребят как оказалось это все-таки не история мусорная от слова совсем пакет очень плотные пакеты биоразлагаемые пакет в общем ведро у нас пришло в негодности прогнило где-то через полгода но полностью вывалилась и у многих клиентов такая же история была поэтому если хотите пожалуйста подсыпучие под какой-то бумажный мусор но только никакой воды никакой воды никаких бытовых отходов чтобы не было отслительных процессов чтобы опять же не расстраиваться потом так ну про эту мне кажется про аэровый брелов знают все крышка самое слабое место шикарная красивая подставка чё на почему нас сейчас атаку стоит тысячу берут кафешки рестораны но очень тяжелая крышка и давно уже просят все чтобы крышку икея продавала отдельно отдельно подставку отдельно крышку но к сожалению почему-то ну почему понятно нас не слышат она тяжелая и при малейшем неровном движении можно разбить бьется прямо на 1 2 итак пройдемся по часам чем часы теперь в икее все часы оснащены очень дешевым механизмом копеечным копеечным из-за этого мы не мы не можем вам показать определенную модель часов которые самые плохая а в чем печаль у всех и киевских часов тут как лотерея некоторые часы невозможно настроить правильно по времени кстати да если вы настроите допустим синхронизируйте правильное время то через может быть день-два часы будут или отставать или идти вперед да и вам постоянно надо будет подстраивать время это явление пошло где-то около года у нас в офисе есть часы работает точно до часы примерно похожего по дизайну но не работает . но они нас давно куплены да а вот все что пошло год назад года полтора года начинает механизм страдать им два с половиной три потому что клиенты жаловались но я как-то ну наверно неправильно настраивали сейчас ты говоришь я понимаю что у нас дома трое киевских часов и все идут по-разному и в итоге мы школу все время выходим на пять минут позже неважно дешевые или дорогие часы тут у вас лотерея делаем механизм не в часах а в механизм так идем дальше я очень люблю серию рейсла мы дома пользуемся ей но пожалуйста имейте ввиду года полтора проходит и они начинают облазить то есть это не вечная история к сожалению жалобы сейчас еще больше учащаются мы клиенты предупреждаем что до серия крутая классная но имейте ввиду что от постоянной эксплуатации все это вспучивается облазит мы к сожалению были вынуждены выкинуть подставку под не подставку подстилку с большое в офисе и одну из подставок под документ то что влезла все до такой и облезла в тех местах где было больше всего частный собрали с нами трогаешь да то есть ли вот купить и поставить все отлично будет но смысл купить и поставить но не знаю для меня это непонятно купить и поставить надо пользоваться и не устанем повторять давяну глаголь а бедному гусаре замолвите слова бедная подставка сусик подкладка она рвется вот на раз-два мы уже перестали принимать ее в заказы вообще либо предупреждать клиентов что перевозка под их ответственность потому что как их не складывать они повреждаются и не только смотрите почему он спучился а потому что он впитал влагу да не рассчитана трубка для этого засаливается коробится рвется нет когда же вы берете классные материал не соответствует задумке может быть и к сожалению а может быть и к счастью что в антитовары попал наш любимый круглый стол под названием инготор вы знали бы мне что мне стоит уговорить диму не вносить тот или иной товар потому что а я нахожу оправдание что неправильно эксплуатировали неправильно собирали возможно проблемы с партией на самом деле у инга торпа у ингу и у нового от этого стула кресла а кстати давайте отвлечемся все задают а что за папин стул покажите вот это папа называет папин стул в общем в чем фишка иди сюда ну во первых покрытие мы про это говорили еще когда мы снимали по всем столам и во вторых пожалуйста имейте ввиду покрытие нежное и она вытирается какие претензии в основном у клиентов что я купил стол за двадцать лишним тысяч он прожил два года начал вытираться не сад не только сам не только качество я не знаю вроде я всегда хвалил братьев наших поляков это стол делают польши и начали идти большие косяки в виде неравномерного прокраса столешницы как бы своего рода подтек но ярко видно и углубление в столе есть у кому-то она как неровность за и притом икея начала кстати через раз динамить покупатели тем самым давая всем обычный ответ стандартные шаблоны что это не является браком имейте просто ввиду ну скажем так внимательно смотрите внимательно собирать она и это говорит всем подряд и каждому но только идет на уступки икея тому кто более настырный я например кстати у нас много много клиентов и подписчиков не делится впечатлениями а какие сервис если когда ты начинаешь на икею давить она начинает с тобой разговаривать если ты начинаешь ну а чего не сомневать хрюму да икея вас шлет леса в общем у меня есть рекорд свой личный за одиннадцать с половиной лет что мы возим икею у нас был один отказ по браку все остальные братья мы выбиваем и согласовываем иногда зубами поэтому задумайтесь о будущих покупках ты так говоришь как будто вообще наш любимый мариус мариус любимый ты с него манданулся один раз даже сейчас видно на выставочном экземпляре от как пластик вид можно видеть тоненьким насколько он уже поэтому проминается вот-вот нет их берут и берут как гостевые так пожалуйста ребят не вставайте на них ногами нельзя во первых не только ногами и кто с весом тоже не сильно не рекомендую ножки могут под вами убегать и в другую комнату впервые в жизни от мы не хотим добавлять но стоит добавить в анти товары барный стул стик именно только самый высокий на котором ты сидишь есть риск что я наверно очень большой проблемная часть у этого табурета табурета табурет в этом месте мне знать вместе с где идет в ограблении под мостик да мне встать совершенно вот я дим второе сече 100 8 она рандомно в этих местах ломается вот допустим ты увлеченную пошаталась на этом бар на столе из-за того что тоненький металл круглый он со временем начинает микро деформацию и доходит того момента и резко ломается уже два-три случаи у нас в офисе этого был добрый и притом это домашнее использование не кафе и рестораны а именно дома нам приносили стулья сломанными ножками да и ломается очень правда очень рандомно или она может быть задние ножичка или передние а что это говорит это говорит о том что металл очень тоненький сейчас знаешь домой их малыша стали брать их в основном берут студии студии красоты вот в этом плане вот сразу ненароком на борту стулья сразу хочет пока то покататься в какой же хочет вот и за это он просто имейте ввиду аккуратно при эксплуатации чтобы не дай бог расти особенно это клиенты чтобы никто не наверное это распространяется на высокий барный стул на маленький проблем пока еще не выявлено было можно них прощения качался он того что более крепкий тоже маленький как бы ни было мне печально но я вношу свою любимую доску или который стоит сейчас 450 рублей в не сильно рекомендуемые товар объясню почему я пользовалась за три наверно года двумя дощечками одну ненароком сломал алена когда в полугодовалом возрасте на полу забралась на ней попусила соответственно продавилась 2 просто от времени ножки перестали фиксироваться то есть вот эта часть разболталась и они стали проваливаться доска удобная но если вы ее будете эксплуатировать для ежедневного пользования вместо большой доски думайте просто что она вас прослужит но от силы год то есть не рассчитывайте на больший срок потому что со временем они приходят в негодность очень быстро расшатывается сейчас у нас дома живет днк за 1800 в принципе к ней у меня пока нареканий нет кроме того что заедает периодически механизм мне приходится просить диму и есть позиции к сожалению или к счастью попал в антитовары у нас матрас ховок ну а именно именно метр шестьдесят метр восемьдесят все что меньше проблем не выявлено а проблема в том что несоответствие идет размеров меньшую сторону за место размеров допустим примеру метр шестьдесят на два заявленного 8 получается может быть доходить до метр пятьдесят четыре на метр девяносто пять вот так примерно в меньшую сторону не в большую у нас около четырех случаев несоответствие размеров но это не наши клиенты саранские подписчики то что рассказывает на просто ребят смотрите это чисто рекомендуйте внимательно это рекомендуем и клиентам когда вы получили матрас неважно через доставку заказывали сами вы забирали через посредников разверните дайте ему отлежаться и померьте один был случай даже очень комичный был так мы ездили я еще сам делал доставки я привез матрас развернули при хозяйке положили на кровать и сказали не ложится чтобы он выставился утрен расправился до трех утров дней от хозяйка соседки нашу подобный четвертым дан втором на второй день звонит что за вы такая как лохозная контора вы нас обманываете матрас прям до при мне не хватало ровно 10 сантиметров вроде он ровно лежит а не хватает 10 сантиметров и он такой сморщенный виду что он как бы не выправился и когда мы начали он виду что но кучу обратно да начали скручивать обратно и что-то в матрасе топпин наверно пружина закусила и обратно управляю а он уже начал соответствует размерам мы так все вместе посмеялись хотя мы услышали преждевременно нас какие мы хорошие при этом с нами теперь больше не здороваться когда со мной столкнулись в подъезде хотя бы в этом не виноваты были вот был комичный случай бывает такое просто к чему говорю возможно несоответствие размеров из-за того что можно быть где-то закусить хотя бы хотя карманного типа пружины где возможно где-то закусила наверное не должна и она не расправилась до конца матрас рекомендую как встряхнуть это рукой взять это вдвоем машинами с двух сторон сбоку и встряхнуть возможно где-то что-то заел потому что он скрученным машины способом скрученный это возможно где-то пружинка не так поэтому общем прежде чем бежать сервис звонить кричать ругаться вы разберетесь расправьте поправьте посмотрите то что 90 процентов случаях это помогать но еще соответственно жалобы на матрас я думаю для никого не секрет это на данный нам давал наш сервис и киевский нижегородский по запаху то есть если у вас течение двух недель запах не выветрился вы вправе матрас вернуть вообще без каких-либо нареканий я начала говорить про пакса юрьевич меня перебил и мыслей потеряла но сейчас хочу поделиться последними случаями к сожалению так получилось что за одну неделю мы вернули четыре предмета к нам все благополучно клиенту обменяли состыковали но проблемой имеет место быть именно у черно-коричневых комодов у черно-коричневых изделий в местах где сучки вот где прям такие приличные сучки местами есть дефект дерева прям маленькие дырочки и у кого-то сквозные были у кого-то не сквозные на их вид на такое ощущение что прямо испещрена была благо нельзя как других городах у нас сервис адекватный и меняет без проблем ну так же и по классике страдают с качеством м с белой морилкой видно желтые пятна от смол на сучках не явно не прокрас неравномерность прокрасы и так далее о смотри комод 3 сил который у нас клиентка сразу поэтому хем нас комод я не дублида как ты здесь знаешь я хочу как раз кстати зарезюмировать я думаю день не было ощущение да что вот покупать не покупать ребят здесь предупрежден вооружен вы должны понимать что некоторые вещи имеют свои особенности по эксплуатации 1 по особенности по изготовлению 2 и пожалуйста внимательно вскрывайте внимательно собирайте и проверяйте набрать до того как вы собрали внимательно осматривайте фасады все что окрашена морилкой прежде чем собирать увидели сразу сдавать конечно то потом вы не докажете то что тоже собрано это доказать гораздо сложнее поэтому когда и киевский сервис адекватно работать проблем с этим не возникает по крайней мере меня как раз 60 60 и 80 так теперь мы расскажем немножко про вопрос а именно только про каркас 80 шириной все остальные чище как бы с остальные размера все остальные размеры пока не выявили данную проблему рассказываю более подробно из-за того что я сейчас картиночку прикреплю крепление задней стенки идет нас чопик и саморезов как по картинке видно из-за этого сам каркас опуса и как бы всем пускать попроще ну что в них не сам каркас опуса не становится таким жестким как каркас пакса на ли там не монолитин имеет свойство вот это крепление вылетать из задней стеночки тем самым если вы ставите вот этот допустим на примере если будет вас только один шкаф 80 шириной не приставлены по бокам вот как сейчас на данном данной комбинации комбинации если будет одиночный 80 каркас он расширяется как бочка становится края расходятся в разные стороны и за не знаю из какой-либо нагрузки что минут он разъезжает в общем восьмидесятку использовать только в паре и дополнительная фиксация если вы хотите чтобы шкаф у вас хотя очень интересно сверху и снизу надо пробивать гвоздями а бока идут на саморезики очень такое странное решение конструкции конструкцию за счет этого как раз и есть эффект бочек становится и среднюю полку уже проблематично установить ты скажешь я скажешь ты скажешь проблема на ржавчину особенно изнутри я был удивлен когда первый раз придется клиент нам этот предмет и показал что внутри есть ржавчина почему я был удивлен у нас дома аналогично есть и когти стоит и очень давно и я когда принял возврат я с сомнением приехал срочно домой и посмотрел а у нас теперь ржавчины а клиентка купил ровно понимаешь полгода назад и уже сразу же уже проживала просто имейте ввиду кому как попадает потому что качество стали стало получается металл цель другой добавлять более дешевые коррозивные процессы плюс вода в общем если хотите чтобы не ложится волшебная штука называется у кромат у кромат силиконовый каучук это у нас ситечка силиконовая казалось бы очень интересная идея эксплуатации положил все здесь дал пришлюпал заваривают заваривается до равномерно что не нравится клиентам темнеет желтеет сложно отмыть в процессе эксплуатации так как постоянные перепады температуры со временем сложно крышечка закрывается я бы сказал даже у нового не идеально закрывается а с насыпанным чаем это сделать сложнее поэтому имейте ввиду я все-таки за металлической киевской ситечка который без проблем цапнул положил заварить причем принесла а ты а я вот что принесла а после того как мы сняли обзор он поможет еще не вышел да по кулинарке я разговариваю с несколькими клиентками как попробовал брать по кулинаре дома вообще девчонки занесли в антитоп очень многие используют подцепучие вот эти вот аксуар для украшения блюд потому что когда в него накладываешь кремушек вроде все хорошо потом ты его закручиваешь нажимаешь и получается шляпу поэтому кто попробовал отнесли в антитоп расскажите как она вам как у вас зашло потому что у нас не так много их было продано с момента появления но есть уже недовольные не повтори то что вы из обзора обзор говорит о я все чувствую попкой дураком ну давайте не будем забывать о том что у нас смотрят люди которые могут посмотреть нас первый раз вот поэтому смотрите друзья у нас на канале есть уже два обзора или три даже обзора 3 3 это 3 да то есть пожалуйста можете заходить смотреть даже . скет какие моменты есть когда вы покупаете сами кстати когда покупать ее посредники или доставка соответственно ответственность лежит на них камушек очень часто пропадает просто неудобно как-то не открывают ее до открывает камушек убирают это также относится для посетителей магазина того что все берут не осмотрев предмет в общем пакета и стад нежно мною любимые вперед заготовок их скупают просто тоннами у меня у самой всегда две три пачки дома в эксплуатации но они к сожалению часто стали становиться одноразовыми то есть у них заморозился классно достал сполоснул посушил пакет превращается в негодность пожалуйста это имейте ввиду но не у всех вот кому как везет у меня бывает так что пачка хорошая пачка фиговая не хотят техник снимать это что сейчас было пипи ну давай я руками подзадержу я все сказала она прошу то пошли успел да ты поставишь этот лев на лопатой подушка высокая 349 рублей подушка низкая 299 рублей вот они примерно вот как появились они сменили другие подушки вот честно уже название просто исполни название так меняется ребят это подушка которая просто висит на выставке в негодность у клиентов приходит еще быстрее до их берут наберут как гостевой вариант либо как время то есть на постоянное применение скатывается очень быстро неэффективные нерациональные что использование то есть такое с точки зрения потребления нерационально поэтому человек подушку подороже начиная где-то тысячи они уже служат более-менее достойные нормально кстати еще эти знаешь подушки куда берут когда например не подушку слен хотят качестве внутренней подушки под чехол когда хотят вообще такую вот набитую подушенцы уберут эти подушки для сна не рекомендую а ковер хэмптон как он продавался так продолжать продаваться кстати он качество это ассортимент имейте это ввиду он у нас живет мы вот так и не выкинули мы решили пусть дошивается до последнего загибаются края очень тяжело в плане уборки застревает мусор и быстро появляется такая до тропа козья а со временем последнее время начинают вылезать нитки добавление тому что он еще загибается поэтому лучше подобрать все-таки другой из ковров но есть клиента кто нежно любит хэмптон но это их право каждый выбирается я хочу снять бэкстейдж как дмитрий юрьевич работает в кадре дмитрий юрьевич молчит в тряпочку и меня снимаешь давай рассказывай посвятитель я зла данные светильники как виде прищепки как и в виде ладно все я буду жаловать как виде настольные лампы куда ушла вообще ушла мне нужно на себя смотреть я так стесняюсь не вот посмотрите на него мы я не должна не бояться когда возле него телефон поставил он чуть не убежал боже дух камер я уже все стесняюсь давай высказывай свою мысль и потому что почему вошел в антитовар все по одной причине есть уже случаи перегорание лампочки и добавок к этому если еще лампочки еще не перегорел она начинает моргать стробить только более интенсивно поэтому данные систему освещения вообще все что светодиодные да я согласен это долгоиграющая штука там безопасно безопасно энергоэффективная но пока нет пока еще нет лучше покупаете те светильники которые еще пока меняются лампочками они встроены тут поменять уже практически невозможно можно но только если у вас руки исправлено место растут и есть техническая возможность ой лучше новое купить фанура есть у нас даже такой обзор на канале да может где я был оператор первый раз исходя из личного опыта и не только хочу вам рассказать про недостатки этого этой часы будильник всего устройства всего устройства в комплект не идут батарейки а именно три штуки формат этого а который требует минимум икея минимум 2450 миллиампер в итоге это получается в среднем округлим до 7500 миллиампер часов аккумулятор это можно сказать чуть больше чем в наших телефонах аккумулятор я не понимаю до сих пор и в чем прикол что эти часы совершенно не энергоэффективно течение суток они заряжаются хотя не имеют никакой особой такой нагрузки нагрузкой до того чтобы отображать часы а в остальном эти часы приходится постоянно держать на зарядке это прикольные на веревочке висят оба шесты случаев то об этом забываешь и самый неподходящий момент ты видишь часы в нерабочем состоянии во первых еще еще что я могу добавить для меня это просто прикольный аксессуар который дим на столе висит исключительно все то есть как часы их не использовал ни разу из-за того что постоянно требуется зарядка я его добавляю в антитовар не стоит покупать такие часы лучше посмотреть аналоги как минимум на алиэкспресс я ради интереса даже посмотрел есть аналоги похожие с примерным таким же звуком будильника но более дешевые цена завышена у этого соотношение цены и качества не соответствует не берите нет лучше где-то в другом месте ну вот по ходу и фатал перо мы закончили друзья мои не забывайте пожалуйста что дим еще правильно прикрепил и прикрепят ссылки внизу описание на предыдущий обзор антитовар и того у нас их теперь 3 если у вас есть какой-то личный антитов пожалуйста пишите мы разберем посмотрим действительно не мы положим в копилочку для для следующего обзора если будет аналогичный случай как ваш мы его добавим в титу единичный случай мы не добавляем в отверх и это понятно но нужно первых разобраться а почему возник случай это первую очередь во вторых спасибо что досмотрели до конца те кто не понял куда попал это бюджет она откроет и странно да вот здесь на ютубе нас зовут неугомонный просим татьяна и дмитрий сегодня в диму слышали много все кто фанаты дмитрий юрьевич говорил сегодня очень много и по делу кстати вы идует забыли родненькая стоит и смотрит на нас и просится мы про него забыли я вообще про него уже забыла мы все по выкидывали мы три штуки домой покупали ломается носик сам помповый механизм здесь пластик здесь по это хромированный пластик короче ломается на ура одной бабушке повезло она попользовалась месяц 2 бабушки не повезло даже не довезла до дома она просто положил завернули положила сумочку поехал от нас на общественном транспорте этот носик у него требует аккуратного использования но теперь наверно точно все да все пишите свои комментарии повторюсь еще раз и не забываем 100 делать стандартные вещи для youtube а главная награда от вас для нас это когда вы делитесь этим видео социальных сетях это лучше но давайте будем делиться злобиться не будем тем самым если вы будете делать эти действия наш канал будет расти youtube полюбит нас и будет выдавать повыше поиск все все секреты раскрыл мы помчались дальше у нас сегодня по плану еще несколько съем пока